Появление политических партий в такой небольшой стране, как наша, а на сегодняшний день их и так насчитывается более 200, предлагается попридержать. Поправки в закон о политических партиях представило правительство, встретив со стороны как гражданского общества, так и самих политиков, буквально шквал критики, причем сразу по нескольким пунктам. Так, контроль за финансированием политобъединения предлагается передать Центрозбиркому, которому придется принимать отчетность минимум раз в год. Хотя я сам не одобряюсь, так как ЦИК это все-таки комиссия, больше общественных функций, но такая практика есть мировая, в некоторых странах Европы, в России и в Казахстане. Финансовый отчет политических партий принимает Центральные избирательные комиссии и проверяет достоверность отчета. На сегодняшний день ЦИК проверяет финансы только избирательных фондов политпартий в предвыборный период. Нововведение станет дополнительной нагрузкой на комиссию. Глава ЦИК согласен, что государство должно следить за источниками финансов, ведь, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. И больше всего опасений здесь связано с финансовым влиянием со стороны иностранцев в целях вмешательства в политическую жизнь государства. Но Центрозбиркому эта функция не свойственна. Поскольку ЦИК это все-таки должен быть больше общественным органом, независимым и нейтральным, он должен регулировать избирательный процесс как арбитр независимым. Если мы наделяем ЦИК какими-то административными контрольными функциями, он превращается чисто в государственный орган. Соответственно, доверие к этому органу, он упадет. То, что получать финансирование извне запрещено, в законе прописано давно. Но на сей раз уточняется так называемый потолок пожертвований. Кроме того, если деньги решило выделить какое-нибудь акционерное общество, то руководителю следует проверить, нет ли в составе акционеров иностранцев или каргастанцев с двойным гражданством. А ведь акции постоянно переходят из рук в руки. А вот увеличение количества учредителей партий с 10 до 100, по мнению экспертов, явный барьер на пути реализации политического права. Регистрация группы избирателей была очень упрощена. Достаточно было составить протокол и заверить его в местных органах самоуправления. Все. И пошел ты выдвигать соответствующих кандидатов. Вот это реально показывает, что потребность в реализации политических прав, она должна быть обеспечена очень доступными методами и доступными средствами. Просто увеличение их до 100 человек, это создает необоснованные, можно сказать, барьеры. Закону требуются не просто поправки, считают депутаты. Принят он был еще в 1999 году, а с тех пор мир изменился. Понимание сущности политпартий стало иным. Потому что у нас в республике зарегистрировано более 200 политических партий, а фактически на выборах участвуют 15-20 политических партий. И другая сторона, это что буквально за месяц до выбора создаются какие-то политические партии, и вдруг они становятся победителем. Что неестественно, так не должно быть. Народ должен голосовать за партию, исходя из ее программы, ее цели, ее работы. Но никак не за личности, никак не за отдельно взятых людей. Документ нужно пересмотреть так, чтобы остались только самые сильные политобъединения, а прочие и не ставили целью идти во власть, а занимались конкретными общественными проблемами, как, например, партия «Зеленых», защищающая экологию. Таким образом, представленный вариант закона сочли сырым и недоработанным. Поэтому дальше, чем первое чтение, он вряд ли пройдет, говорят депутаты. Елена Яковлева, Асхат Ибраимов, НТС. Продолжение следует...